Сегодня же глава Чувашии Михаил Игнатьев побывал на заводе «Промтрактор», где встретился с работниками предприятия. Валерий Ваструшкин работает слесарем на «Промтракторе» 35 лет. Он хорошо помнит те времена, когда завод работал в три смены, а в месяц с конвейера сходило больше ста машин. Сейчас у нас упадок на заводе, чувствуется немножко есть, но в дальнейшем тоже хотим, чтобы производство у нас поднялось и мы собирали больше. Работок у нас, конечно, сейчас на три смены не хватает, а если людей наберут, конечно, люди придут, надеемся тоже. Пока же на заводе четыре дня в неделю трудится чуть более двух с половиной тысяч человек. В прошлом году критическая ситуация на предприятии стала выправляться. Концерн «Тракторные заводы» перешел под управление госкорпорацией «Ростех». Важно, что начиная с ноября 2017 года завод стал изготавливать продукцию для покупателей точно в срок без задержек. Это на самом деле очень важно для наших потребителей. С начала года предприятие выпустило 19 единиц техники общей суммы на 343 миллиона рублей. Благодаря активному участию руководства «Ростеха» в взаимодействии с компаниями, государственными компаниями, такими как «Газпром», «Транснефть», «Роснефть», мы ожидаем серьезный заказ для того, чтобы загрузить завод на полную мощность. Уже в конце июля руководство завода планирует выпускать около 25 машин в месяц, что позволит выйти на безубыточный уровень, а в перспективе производить новые модели. Глава региона подчеркнул, что ситуация на промтракторе и защита интересов работников находятся на постоянном контроле органов власти. Долги по зарплате погасили, мы отслеживаем, и в дальнейшем долгов по зарплате не будет, это однозначно. Во-вторых, касаясь других долгов по энергетикам, отрегулировали. На первом этапе дальше все это тоже будет регулироваться. В заключении встречи Михаил Игнатьев ответил на вопросы заводчан. Татьяна Леонтьева, Олеся Русакова, Александр Петров, Республика.